В Катаре средняя зарплата 4340 долларов, это где-то около 2 миллиона тенге, средняя зарплата. Казахстан должен взять в качестве ориентира Америку и Европу. Но немало наших людей считает, что почему вы не берете пример мусульманских стран? И, как они говорят, лучших мусульманских стран, что, ну да, хорошо, Афганистан это плохо, Иран это плохо, ну а возьмите пример лучших стран, ну таких, как, например, говорят Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия. Катар, как государство, является собственностью эмира и его семьи, все остальные подданные. Ну, у катарцев население официальное википедии, если откроете, где-то 2,8 миллиона человек. Так вот, они все подданные, политикой заниматься запрещено, семью эмира критиковать запрещено, тюрьма, тюрьма или казнь. Ну и масса запретов. Ну, вы представьте себе, что самая либеральная такая вот относительно Саудовской Аравии страна, у женщин есть право 2 раза в неделю покататься на коньках в торговом центре. Хорошие права, да? В Саудовской Аравии там король, король назначает своего наследника. Как он говорит, когда короля Саудовской Аравии упрекают, что у народа Саудовской Аравии нет выбора, он говорит, выбор есть между моим старшим сыном и моим младшим сыном. Вы хотите вот такую мусульманскую страну? Давайте мы сначала расскажем о хорошем, не о грустном. Ну, давайте по зарплатам поговорим. В Катаре средняя зарплата 4340 долларов. Это где-то около 2 миллионов тенге средняя зарплата. Люди пишут, если нас будут так кормить и содержать, что недовольны в Катаре катарцев нету, то мы готовы. Я, соответственно, задаю вопрос. То есть вы хотите быть жирными коровами, чтобы вам приносили сено, вы готовы жевать это сено и быть такими жирными коровами. Почему жирными коровами? Потому что население Катара не имеет ни своей науки, ни технологий, ни образования. Они не могут ничего построить. Нефтеперерабатывающие, нефтехимические заводы строили иностранцы. Все им делают иностранцы. Наши люди думают, что пусть там иностранцы у нас приедут поработать, а мы тут будем кайфовать, как арабы ничего не делают. Ну и, как я говорю, жирные коровы. Но, кто хочет быть такой жирной коровой, я хочу сказать, что это недолго. Любая корова, в конце концов, когда ее отдует, ее там, в конце концов, забивает. Если вы хотите в мусульманскую страну, будет хан, будет правитель Токаев из старшего жуза рода Жалаир, который по наследству передаст власть своему сыну Тимуру. Ну, я видел комментарии, говорили, нет, у казахов были ханы, чингизиды и так далее. Не будет никаких чингизидов, потому что, если 20-ти миллионный народ не может скинуть жалкого шала Токаева, а он власть добровольная, как и Назарбаев, не отдаст, ну, 20 миллионов человек мы не можем скинуть этого шала. То какие еще чингизиды? Нет, вот правитель вам Токаев, мусульманская страна, вот вам хан, вот вам его сын. Вот так вот будет, и вся страна, вся недра будет принадлежать, не как сейчас написано в Конституции народу. Нет, они будут принадлежать именно Тукаеву и его наследникам. Вы хотите такую мусульманскую страну? Это ваш выбор. Я уверен, что многие мусульмане, которые нас поддерживают, они не хотят этого. Если мы хотим действительно лучше жить, если бы права и свободы были и у мужчин, и у женщин, а у нас нет прав ни у мужчин, ни у женщин, мы говорим, курс у нас единственный, демократический. Кто нам мешает? Мешает наше незнание и непонимание, как работают политические системы. Непонимание, что насыщение рынка товарами, производство, разные товары, которые производят, все открытия, почему-то производятся в свободных странах, как Америка и Европа. Почему? Потому что именно там политическая модель конкуренции, человек себя свободно чувствует, знает, что закон его защищает, и в этот момент происходит расцвет экономики, культуры, везде. И этому расцвету мешает нынешний режим. Поэтому у нас нет никакого варианта, как валить режим. Валим режим, который нам мешает. Если мы боимся, нам нужно финансирование, чтобы мы поддержали тех людей, которые не боятся, они перетянут на свою сторону силовиков с оружием. Там мечтатели говорят, что нам нужно оружие, вам никто оружие не даст. Вот эти люди, 3000 человек, и плюс еще ячейки, перед ними будет поставлена задача вывести 200 тысяч человек, перетянут на сторону 10 тысяч человек с оружием, и мы тогда просто снесем режим. Но нам для этого сейчас нужны ресурсы, потому что те активисты, которые будут заниматься такой деятельностью, они сейчас вынуждены ходить на работу, их увольняют, пугают, что уволят, преследуют. А когда мы соберем такие ресурсы, мы ежемесячно этим людям будем платить по 500 тысяч тенге. Будут юридические защиты различные, юристов команда будет. Международные правозащитные организации тоже будут вовлечены в эту защиту. Плюс мы будем просить поддержки. Госдепартамент США, Европейский парламент, Еврокомиссию. Казахстан подписал массу разных конвенций, которые предполагают свободу граждан, свободу выхода на митинги и так далее. Идут нарушения, и мы будем добиваться персональных санкций против Такаева и его ближайшего окружения. Но на все это нужны ресурсы. Люди, кто занимается такой международной деятельностью, они должны ездить в парламенте стран. Соединенные Штаты Америки, жить в гостиницах, это целая команда юристов, это специальная команда, которая запускает телевидение. Это группа из 50 человек, которая должна жить в Европе, дистанционно руководить большим количеством ячеек. Они должны быть в безопасности, а все это нужны ресурсы. Поэтому, уважаемые друзья, мы запустили вчера такую программу, которая позволит вам профинансировать, не безвозмездно, а профинансировать хоть с тысячи тенге и получить коэффициент, премию в 100 раз больше. Давайте участвовать, финансировать, зарабатывать. Мы снесем этот режим максимум за год. Алга Хазастан.